Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Басков заявил о попытке развода звонком из Кремля. Это, конечно, фантастика. Сейчас мошенники прибегают к все более и более изощренным способам развода. И вы знаете, что с Ларисанной Дольной случилось. Там многие задают вопросы, но следствие разберется, я думаю. Еще раз повторюсь, что если бы человек хотел вывести деньги, с моей точки зрения, существует стоя один способ сделать это, не прибегая даже к третьим лицам, посредникам. Потому что банально можно было, если она хотела куда-то их вывести, можно было просто в Арабский Эмират куда-нибудь вывести или еще в другую страну в какие-нибудь цифровую валюту и криптовалюту и потом выводить и переводить куда хочешь. Поэтому здесь, конечно, очень какая-то мутная история. Вот, Абасков рассказывает свою, и она, конечно, удивительна с точки зрения того, в какое время мы живем. Давайте посмотрим. Я сказал Ларисе Александровне, сказал, Лариса Александровна, дорогая, если будет нужна какая-то моя поддержка или еще что-то, вы знаете, что я 24 часа в сутки всегда с вами, поэтому... Меня ровно неделю назад, вы не применяете на таком уровне, пытались разыграть, но у меня-то чуть-чуть. Мне позвонили из Кремля и сказали, что меня ищет Дмитрий Козов. И дали телефон, и говорят, срочно, но я понимаю, я, значит, перезвоню по этому номеру. Там голос похожий на Козыка. И он говорит, мы здесь с Мантуровым, типа, с Денисом Валентиновичем, Николай, мы в Курске, вот мы знаем, что вы помогаете. На фоне, видите, этой трагедии, они прямо... Они говорят, мы сейчас вам пришлем счет, приходит счет Райфайзенбанка, уже надо перечислить 9800 для помощи. И говорит, обязательно укажите, что это медицинские услуги. Ну, я, естественно, связался потом с людьми и выяснил, что он вообще на месте. Ну, я, как бы, все знают, я помогаю, не отказываю, поддерживаю. Но вот так и разводить, понимаете, уже на уровне просто, как будто государственные люди тебе звонят. Мы иногда доверчивы очень, понимаете, артисты, они же как дети. Не попадитесь, представляете, вот вам так начальник позвонит, вы начальнику откажете, нет? Ну вот, друзья, вы сами, собственно говоря, все слышали. Удивительные вещи, конечно, то есть люди прекрасно понимают, кому они звонят. То есть находят номер, звонят артисту, понимая, что есть средства. О средствах мы с вами уже много говорили, Росконцерт, Госконцерт. Я тоже не считаю, что любой труд должен быть оплачен, но не десятками миллионов рублей за одно выступление или 10 миллионов, сколько они берут. Не об этом речь. И звонком из Кремля, то есть вот на таком уровне это делается. Естественно, в принципе, я с ним согласен, что не только артисты, как дети, но любой человек, собственно говоря, голос похож, телефон сотовый дают специально, чтобы он перезвонил. Не чтобы кто-то позвонил, и возникает мысль, что кто-то мне незнакомый звонит, а перезвоните на тот-то номер, перезвонишь на тот-то человек. А фамилии, соответственно, довольно известные, управленцев. И понятно, что он мог почти 10 миллионов тоже перевезти непонятно куда. Удивительные, конечно, времена. И вот этих историй Хакамаду развели на 400 тысяч рублей. Недавно еще кого-то, вот тоже одного известного артиста, который очень критический такой человек, с точки зрения рациональной, то есть, по идее, должен был заподозрить, но нет. Тоже удалось развести. Практически каждый день уже читаешь об этих историях. Поэтому, друзья, будьте бдительны. В принципе, как только незнакомый звонит человек, лучше либо перезвонить, как и сделал Басков, удостовериться, что это звонил именно он. Сказать, сейчас я перезвоню, если это вы, это вы. Ничего страшного, кстати. То есть, каждый, даже если это будет этот человек, он, я думаю, оценит, потому что, с точки зрения того, что вы бдительны, но, как правило, это не будет, скорее всего, не этот человек. Вот такая история, друзья. Что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Басков, кстати, человек, который реально помогает, переводит, болеет душой за страну. Он приходил к Корчевникову, замечательное интервью было, где Басков действительно искренне расплакался, говоря об операции, об отце военном. Он очень искренний, действительно, человек. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете блокировок, замедления Ютьюба, непонятно, что будет завтра, послезавтра, я вас приглашаю на свой основной сейчас уже канал Будда Гришна. Ссылочка будет здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Там новости 24 на 7 с моими комментариями. Видео о политике, которые здесь уже давно нет. Буквально сегодня вышло достаточно объемное видео с разбором геополитической обстановки. Там сверху будет закрепленный комментарий в Телеграме, можете посмотреть. Какие-то мои личные фото и видео. В общем, все в одном месте. Переходите, обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья! Всем пока, до встречи!